В республике продолжают обсуждать послание главы к Государственному Совету. Михаил Игнатьев представил программный документ уже в седьмой раз. В нем важны акценты для дальнейшей работы членов правительства, депутатов и общественных деятелей. О ключевых темах послания в сюжете Дмитрия Ковалева. В зале театра оперы и балета ни одного свободного места. На торжественную церемонию оглашения послания пригласили тех, кому предстоит реализовывать поставленные задачи. В приоритете властей отмечает Михаил Игнатьев повышение качества жизни граждан. Наша прямая обязанность укреплять позиции республики в экономике и науке, в социальной сфере. И при этом сохранить свою культуру и самобытность. Я как человек, который многие годы проработал в культуре, Конечно, хочу отметить, что в послании главы республики нашел достойное место развития культуры и искусства нашей республики. Сегодня важно готовить кадры для будущего нашей отрасли. И в связи с этим Институт культуры и искусств, который плодотворно работает в нашей республике, он как бы получил сейчас второе дыхание. Культура, отмечает Михаил Игнатьев, продолжит развиваться и на селе. В перспективе в муниципалитетах будет возведено еще 18 современных ДК. Пять из них уже в этом году. В республике набирает обороты и масштабная программа строительства школ. К 2025 году мы должны полностью обеспечить обучение в одну смену, создать более 16,5 тысячи новых ученицских мест. Очень здорово, что сейчас все смогли убедиться, что очень достойный проект Чувашская республика сделала, построила. Этот проект попал в федеральный реестр Министерства строительства. Этим проектом школы пользуется уже вся страна. Поэтому сейчас на улице Гладкова в Чебоксарах фактически идеальная школа построена. Возведена школа в Цивильске на тысячи мест. Стимулировать интерес детей к инновациям должен помочь масштабный проект «Наука в школу». В его рамках в учебных заведениях муниципалитетов оборудуют передовые лаборатории. Увеличится количество школ участников, будут включены дополнительные предметы, изучение которых требует специального оборудования, такие как химия и биология. Всего в проекте примут участие 85 общеобразовательных школ. Это каждая пятая школа в республике. В республике намерены и дальше решать проблему аварийного жилья. Необходимо переселить жителей еще 190 домов. Здесь было отмечено достижение переселения с аварийного жилья жителей нашей республики. Конечно, с этой задачей, поставленной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, республика успешно справилась. Конечно, послание было ориентировано, социально ориентированное послание. И, наверное, каждый должен, житель республики, это послание почитать, посмотреть. Михаил Игнатьев расставил акценты перед строителями. Проектируя объекты, важно сохранять архитектурный облик городов. Обозначено такой новый, так скажем, новый вектор. Это общественное пространство, развитие общественных пространств. То, что для нас строителей тоже является важным. Почему? Потому что нынешний покупатель уже ориентирован не столько на квадратный метр, а больше именно на среду обитания. И для нас это очень актуально, очень приятно, что на это на самом деле на уровне республики обратили внимание. Отдельный блок послания посвящен вопросам экологии. В этом году в республике должен завершиться технический этап рекультивации Пехтулинской свалки. Продолжится реконструкция очистных сооружений. С 2025 года должны быть выполнены реконструкции и строительство биологических очистных сооружений в Мариинском посаде и Ядрине. Строительство локальных очистных сооружений в ливневых сточных вод Чебоксарах и Новочебоксарске. На личный контроль глава региона пообещал взять строительство Центра ядерной медицины. Он должен заработать уже до конца этого года. В республике продолжат реализовывать и программу «Земский доктор». Причем ее действие будет распространено и на малые города. Выплаты в размере полумиллиона намерены предоставлять и молодым фельдшерам. Республика и в том числе отрасль динамично развиваются и является одной из самых конкурентоспособных отраслей в нашей республике, отраслей экономики. И конечно же отрадно, думаю, будет моим коллегам и в том числе мне как руководителю исполнять те поручения, которые касаются прежде всего зарплаты врачей, привлечения молодых специалистов. Еще одна приоритетная задача – поддержка предпринимателей. В правительстве региона продолжат упрощать процедуры ведения бизнеса и снижать административные барьеры. Перед крупными предприятиями республики открываются новые перспективы. Только на заводах электрокластера объемы выпуска могут быть увеличены в три раза. Рост выручки электромеханического кластера в Чувашии должен достигнуть в ближайшие годы 100 миллиардов рублей. Если сравнить с сегодняшним валовым региональным продуктом, это 40% от всего валового регионального продукта в Чувашии. Это огромная цифра. Ориентиром для работы регионального правительства являются и майские указы президента России. Владимир Путин поставил задачу увеличить зарплаты медсестрам и врачам. А уже в мае до прожиточного минимума должен быть доведен на минимальный размер оплаты труда. В приоритетах работы на год, открытие новых заводов, строительство дорог и развитие городской среды. Глава региона отметил, что республика должна стать местом, где хочется жить и работать. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Андрей Спиридонов. Республика. Республика.